Нечто среднее между антропологическим исследованием и пособием по основам безопасности жизни. Театр Современника представляет этим вечером на другой сцене премьеру спектакля «Загадочное ночное убийство собаки». В основе постановки режиссера Егора Перегудова нашумевший роман британца Марка Хедена, который на родине стал национальным бестселлером. В России книга известна под названием «Что случилось с собакой однажды ночью?», но в Современнике решили, что дословный перевод точнее. Здесь много загадок и самое сложное – главный герой. Его зовут Кристофер Джон Фрэнсис Бун. Любимый цвет красный литературный персонаж Шерлок Холмс. Он обожает математику и ненавидит, когда овощи в тарелке касаются друг друга. Кристофер – аутист, более точный диагноз – синдром Аспергера. Люди с таким заболеванием испытывают огромные сложности в общении с людьми. Именно поэтому 15-летний мальчик боится объятий, а в кармане сжимает армейский нож. С ним спокойнее. В каком-то смысле опасным персонаж оказался и для актера Шамиля Хаматова. После каждой репетиции он часами не может прийти в себя. Гораздо сложнее понять их изнутри, потому что они очень закрытые, но при этом светлые, и они очень ровные. И понять, как они действуют в стрессовых ситуациях, вот это было гораздо важнее. Мощный стресс, который испытал главный герой, был вызван убийством соседской собаки. Кристофер берется за расследование. Эта игра в детектива переворачивает всю его жизнь. Он узнает, что мама не умерла от инфаркта два года назад, а ушла из семьи. А собаку убил его отец. Кристофер вышел за рамки своего привычного мира. Но то, что для многих людей является частью ежедневного ритуала, ложь, гнев, предательство, он оправдать не может. Особый человек, это может быть герой нашего времени сегодня. Тем, что, ну скажем так, то одиночество, которое мы все в той или иной степени испытываем, он с ним уже рождается. С этим одиночеством. И, как сказать, и готов с ним жить. Люди вокруг не готовы. А он готов. Так что история не только про него, но и про людей вокруг. Увидеть и передать в спектакле мир глазами аутистов помогли сами аутисты. Режиссеры и актеры уже полгода посещают мастерские проекта «Наивно? Очень», курирующие детей с ограниченными возможностями. Эти ребята приняли участие в оформлении сцены и сделали афишу. Это тот случай, когда можно быть собой с ними, потому что они иначе не умеют. Они такие, они задают свои правила игры. Нам неведомые или забытые нами. Спектакль Егора Перегудова на стыке жанров. Это и психологический триллер, и роуд-муви, и мелодрама. Я сдам госэкзамен по физике и стану ученым. Скажите, ведь я смогу? Финальный вопрос Кристофера повисает в воздухе. Как заметил автор загадочного убийства, писатель Марк Хэдден, ярлыки ничего не говорят о человеке, только о том, как его классифицируют другие. Аля Шерифовна, Денис Крисенков, Новости культуры.